Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Примирение исторических эпох, под знанием которого стране предстоит прожить весь юбилейный 17-й год, оказалось очень привлекательной темой для бюрократии. Только представьте, сколько круглых столов, симпозиумов, конференций можно провести, сколько бюджетов освоить, перемиряя общество с самим собой. Сколько бесценных и бессмертных художественных произведений будет создано и профинансировано по расходной статье «Укрепление патриотизма». Да и время ведь самое подходящее. Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас, кстати, накладывает и в то же время от нас требует. Мы должны провести наши мероприятия так, чтобы никто бы ничего не мог сказать. Необходимо приложить игру фантазии. Игра фантазии в самом разгаре. Правда, временами она начинает напоминать зорницу. Взрослые дяди, рассчитавшись на белых и красных, к сугубо примирительных целях, конечно, пытаются реконструировать события, которые привели сначала к революции, а затем к гражданской войне. Но поскольку делается это всё как бы понарошку, в шутку, ты переживать, наверное, не о чем. Демонтированную доску первому фоторепортеру России Карлу Булли вернули в подъезд дома номер 54 по Невскому проспекту. Как рассказал президент фонда «История фотографий» Валентин Эльбек, памятную табличку принесли сотрудники жилком сервиса номер один. Они установили её на прежнее место. Коммунальщики толком не объяснили, зачем они демонтировали доску. Свои действия они объяснили ошибкой. А дело всё в том, что сотрудники жилком сервиса номер один отстали от зигзагов нашего исторического примирения. Если бы они зорко следили за ними в социальных сетях, то, разумеется, ни за что бы не перепутали фотографа Карла Карла Чабуллу с адмиралом Александром Васильевичем Колчаком, памятную доску которому Смольнинский суд Петербурга действительно повелел демонтировать. В 90-м году Колчак был повторно признан военным преступником. И суд, сославшись на отсутствие оснований для реабилитации Верховного правителя России, отказал историко-культурному центру «Белое дело» в возможности отдать Колчаку дань уважения. Ну а фотограф Карл Булла пострадал, по всей видимости, за компанию. Исключительно потому, что оказался точно таким же Карлом, как и финский маршал Карл Густав Маннергейм, чья многострадальная табличка тоже была эвакуирована подальше от примиряющихся петербуржцев и ленинградцев. С тех пор, как в споре между ними в ход пошли такие аргументы, как краска, кислота, топоры, молотки и пневматическое оружие. Примирение, Карл? Вот, кстати, перед нашим Карлом преклоняет колено еще один борец с большевистским игом. Может быть, это и есть извилистая тропинка к примирению? Президент Украины Петр Порошенко в Финляндии возложил цветы к кресту героев и на могилу маршала Карла Маннергейма на кладбище Хиэтаниеми. Маннергейм — это лидер, у которого мы учимся защищать родину, заявил Порошенко. Не стыковочка получается? Или наоборот, стыковочка? Впрочем, подобная картина на всех примирительных фронтах. Возвращают ли церкви имущество, а станция метро дореволюционные названия? И не важно, что метро выкопали после революции. Важно, что есть о чем до хрепоты поспорить, а заодно и отлить в граните промежуточные итоги. Памятник примирения установят в Керчи к столетию революции 1917 года. Проект монумента представят в течение ближайшего месяца, сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Разрешение на установку памятника возле Керченского моста одобрили местные власти. Кононов добавил, что памятник сможет стать неким символом единства России с Крымом и символической данью массовому исходу белогвардейцев, который был после революции из Крыма, а также позволит приблизить понимание и создать общую платформу для красных и белых. Правда, не очень понятно, какая имеется в виду платформа. Не Таллина, которой недавно был установлен первый памятник Врангелю. Учитывая то, что в Крымском парламенте впервые за всю историю борьбы за воссоединение с Россией не оказалось ни одного коммуниста, фундамент получается прочный. А если карандашные эскизы памятника, созданные местными чиновниками, хотя бы частично материализуются, то и примирение получится таким же осязаемым. Войну с памятью развязывать ни в коем случае нельзя. Советская эпоха, наступившая вслед за революцией 1917 года, имела гигантские достижения. Современное поколение должно видеть в них силу человеческого духа, боевой героизм наших предков. Именно так возможно добиться преемственности истории и строить новое современное общество. Революция и память о ней являются частью нашей исторической идентичности. Через памятники воспринимаются события нашей истории. Не будем забывать, что низвержение памятников Ленину на Украине, так называемый Ленинопад, в огромной степени стимулировал деструктивные настроения в обществе, вызвал шквал низменных инстинктов, ведущих к распаду гражданского общества. Мы, как мне кажется, не должны допустить этого в России. В Кирове предложили убрать памятники эпохи коммунизма. На месте памятников можно установить православные кресты или обустроить фонтаны, предложили члены собрания. Памятники — это языческие идолы, поэтому их давно пора убрать. Памятники Ленину Степану Халтурину — вообще позор для Вятки, заявил предводитель Вятского крестьянского собрания Михаил Брызгалов. Памятник жертвам лихолетия 1917-1939 годов поставят в селе Карасуль Иршимского района в июле 2017 года. Исполнительный директор фонда «Наш выбор. Малая родина» Сергей Светличный рассказал, что идея создания памятника принадлежит тюменским бизнесменам-братьям-шафранникам. Они же предоставят финансовую поддержку. Памятник поставят вместо обелиска за советскую власть 1921 года. Обелиск в разрушенном состоянии, никто толком и не помнит, когда его поставили. К тому же пора обновить идеологию. Мы должны понести уроки истории тех лет. Уроки обычно извлекают, а несут ответственность. Но зато сразу понятно, какой смысл вкладывают в слово примирение их высокосиятельство бизнесмены-шафранники. Любопытно, что за установку новых монументов в замену старевших тоталитарных выступают у нас, как правило, те, кто своим личным успехом обязан разрушению СССР. Против те, кого гибель Союза оставила без будущего, без работы, без мечты. Как думаете, кого больше? Каково соотношение примиряющихся сторон? Своеобразным камертоном, нравственным императивом в этой полемике служит позиция эмиграции. Голубая кровь, белая кость. Юбилей революции российская власть заповедала отметить в этом примирительном ключе. Для нас это совершенно неприемлемо, потому что не может быть никакого примирения без раскаяния. И пока Россия транслирует такую точку зрения, для нас она остается окаянной страной. Пока государство ищет такого примирения, где все кошки серы, сталинский миф останется популярным, его не вытравишь ничем. Будут появляться и появляться ораторы, требующие человеческих жертвоприношений во имя построения Великой России. Позвольте мне быть предельно ясным, это чистое зло. Такое примирение чистое зло, потому что лишает современных россиян хоть каких-то нравственных ориентиров. Но вот же, вот же, нравственные ориентиры указует нам, жителям окаянной страны, представитель нового поколения, внук незаслуженно репрессированного кулака Денис Степанович Карагодин. Под аплодисменты либеральной общественности Денис публикует в интернете досье на сотрудников НКВД, требует персонального судилища над ними. В рамках примирения, а как иначе? Бывший министр финансов Кудвин вручает Карагодину премию Комитета гражданских инициатив в номинации «Воздух свободы». Жаль, только премия Кудрина досталась в итоге некоему гражданину Литвы Денисасу Карагодинасу. Впрочем, и этот человек вполне достоин награды. В ноябре 2014 года Карагодин вышел из российского гражданства. Вот ссылка на указ, подписанный президентом России 13 ноября 2014 года. Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Карагодина Дениса Валерьевича, родившегося 25 июня 1982 года в городе Томске. В мае 2015 года Карагодин получил гражданство Литвы. Об этом можно прочесть в его интервью литовским СМИ. Там же и фото новоиспеченного гражданина Литвы Денисаса Карагодинаса с национальным флажком. Эврика. Вот таким незатейливым образом сменой фамилии и имени проблема и решается. Подобно Денисасу Карагодинасу, и каждый из нас, покопавшись в родословной, может прислониться к какому-нибудь дворянскому роду, купеческой династии, а если повезет, к лучшим генеалогическим деревьям Европы. Как только выяснится, что все вокруг чистопородные аристократы, дворяне, или в крайнем случае мещане, делить нам и впрямь станет нечего. Вот тогда и наступит вожделенное примирение. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.